Продолжение следует... Может быть, какие-то новые интересные вещи в плане международной информационной безопасности? Самое основное, что сейчас происходит, это деятельность группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности. У них недавно началась серия совещаний пятого созыва. Там 25 государств участвуют в этой группе. В этот раз они впервые пытаются договориться о том, чтобы принять общие нормы по конкретным секторам критической инфраструктуры. Договориться о ненападении на отдельные секторы критической инфраструктуры. Договориться о запрете наступательных киберопераций в отношении определенных категорий объектов. И тому подобные вещи, которые не получалось охватить раньше, потому что не было согласия внутри членов группы. Там сталкиваются интересы России, США, других участников, европейских стран, Китая. Там все основные игроки на этой поляне, они участвуют в заседании группы. В прошлый раз, когда был четвертый созыв в 2014-2015 году, была попытка договориться о том, чтобы выработать конкретные нормы по банковскому и финансовому сектору. Например, чтобы государство взяли на себя добровольное обязательство не совершать кибернападений на крупнейшие банки, на крупнейшие биржи международные и на другие финансовые объекты, удар по которым может нанести существенный экономический ущерб, либо вызвать панику на международном фондовом рынке. В общем, повлечь международные последствия, которые неприемлемы. А не получилось. По какой причине? Согласно тем слухам, которые ходят, одним из препятствий стала позиция определенных участников группы, в том числе США. Это связано с тем, что государству трудно согласиться предоставить другим международным партнерам доступ к чувствительной информации своего частного сектора. А какую информацию они должны будут предоставить? Если мы говорим о атаках на банки, то банки будут вынуждены сообщать некие данные о том, каков был вектор атаки. Если вспомнить российскую практику, то вообще далеко не всегда банки горят желанием сообщать о том, что на них была осуществлена успешная кибератака. По объективным причинам. Репутационные потери, ухудшение конкурентных позиций и так далее. Учитывая возрастающую активность финсерта, у нас как-то это прорабатывается. На международном уровне вот такой уровень взаимодействия пока не достигнут. Но объективно потребность в нем есть, потому что крупнейшие атаки на банки, они как раз носят трансграничный характер. США неоднократно обвиняли, например, иранцев в том, что они осуществляют атаки на их банки. Была серия мощных атак в 2012-2013 году зимой. После этого были атаки уже в 2014-2015 году. Тогда тоже обвинялись иранцы, но допускалось, что кто-то еще мог в этом участвовать. Россию обвиняют? Россию обвиняют, но в полголоса. То есть отдельные эксперты довольно часто, американские, высказываются в пользу версии о том, что Россия стоит за кибернападением. Но с правительственного уровня, из уст официальных чиновников высокого уровня, такие обвинения пока не звучат, потому что это может быть чревато последствиями. Сейчас у нас была история с демократической партией, да? В общем-то, атаки, которые точно так же СМИ приписывали российской стороне. В общем-то, очень интересная была реакция официального Вашингтона. Обвинить Россию соблазн большой. Во-первых, потому что у них есть какие-то свои критерии установления вероятного автора кибератаки. Во-вторых, потому что, ну, таков общеполитический момент. Мы находимся в отношениях там двустороннего кризиса, мы находимся в отношениях некого накала взаимного. Россия такой очень удобный, вероятный противник, наш враг в киберпространстве. В то же время Вашингтон не хочет начинать эту историю с официальными обвинениями в адрес России, потому что у него есть система доктринальных документов, включая кибровоенную стратегию Пентагона 2015 года, где говорится, что в случае выдвижения таких обвинений, в случае подтверждения факта атаки на ключевые американские системы со стороны иностранного государства, должны последовать ответные меры. Я правильно понимаю, что в случае таких ответных мер, возможно, еще и обратные ответные меры, да, и, собственно, по всей видимости, чего и опасаются. А учитывая, условно говоря, там, объем IT-инфраструктуры, системы и так далее, их критичность, они, скорее всего, понимают, что ущерб, который может быть нанесен, он не сопоставим, например, с ущербом, который они могут нанести. В общем, да, ровно так ситуация обстоит, потому что американцы, они довольно трезво и ответственно подходят к оценке собственных уязвимостей в плане критических объектов в киберпространстве. Они хорошо понимают, что, а, 80% критической инфраструктуры у них находится в управлении частных операторов, частные операторы, прежде всего, руководствуются соображениями эффективности и прибыльности бизнеса. Поэтому в США у частных операторов критических инфраструктур очень развиты такие практики, как управление системами производственных технологических процессов, управление умными сетями, смарт-грид, через интернет. Все это висит онлайн, и все это обнаруживается при желании такими общедоступными инструментами, как поисковик Шодом. То, что не обнаруживается Шодом, легко обнаруживается китайской и условной российской киберразведкой. У нас намного более, скажем так, консервативный подход к этому, и найти АСУТП критических объектов, висящих в сети, у нас несоизмеримо сложнее, если вообще возможно. Поэтому американцы понимают, что имея самый мощный, по собственной оценке, кибернаступательный потенциал, они в то же время являются самой уязвимой в этом отношении нации. Ввязываться в постоянно возрастающие ставки игры с Россией в плане обмена ответными мерами в киберпространстве они не хотят. Уже несколько лет подряд Россия входит в топ-3 стран по киберпотенциалу в ежегодном докладе американского разведывательного сообщества. То есть это Россия, Китай, США, скорее всего, да? Россия, Китай, Иран. Да, тоже так. Сами себя американцы в этот отчет не включают, они обозревают именно исходящее от других государств угрозы в киберпространстве. А вот есть какие-то, опять же, оценки, вот их потенциала, может быть, в количестве сотрудников? Они объявляли о том, что штат киберкомандования объединенного будет наращиваться в 2 или в 3 раза до 6 тысяч человек. То есть это действительно большие штатные структуры, но сравнивать сложно, потому что другие государства, включая Китай и Россию, открытых данных о штатном составе своих профильных киберподразделений просто не публикуют. То есть никто этого доподлинно не знает. Регулярно всплывают оценки от американцев, что у Китая до 10-20 тысяч человек входят в штатные структуры, приближенные к армии и государственным спецслужбам, которые сидят постоянно, там, вторисмены в офисных зданиях в Шанхае и в других ключевых городах и ведут расщупывание американских сетей, государственных, военных. Но эта информация односторонняя, и официально Пекин ее никогда не подтверждал и не подтвердит. Хорошо. Какие, может быть, еще попытки как-то зарегулировать наступательный потенциал на уровне ООН происходит? Что еще делают? На самом деле, интересное развитие в этом плане ограничения кибернаступательного потенциала предлагает не только ГПО, но предлагает и частный сектор, как ни странно. В 2015 году с первой редакцией норм, адресованных государством, выступила Microsoft. Сейчас они готовят или уже подготовили, вот-вот должна выйти вторая редакция. Они предложили, в том числе, там, сборник из шести норм, они предложили государством ограничить собственные наступательные кибероперации и попытались показать, что от этого страдает международная ИТ-отрасль. На своем собственном примере, в том числе. Например, после злополучного Stuxnet и связанной с ним серии киберопераций против объектов Ирана, а потом это все утекло на весь регион, и охвачен оказался далеко не только Иран, Microsoft была вынуждена заменять многие свои системы, установленные на промышленных объектах, потому что они были потенциально скомпрометированы, либо потому что в них нашли Stuxnet. После того, как он утек в интернет, он заразил множество систем по всему миру, он не причинял вреда, поскольку он был узко нацелен на промышленные устройства конкретного типа, но выгнать его из системы, удалить его было крайне сложно, и Microsoft была вынуждена потратить много денег, чтобы решить эту проблему. Олег, расскажи про работу на региональном уровне. На региональном уровне самый живой и многообещающий трек пока это трек ОБСЕ, где вышло второе издание норм укрепления доверия в киберпространстве. Там уже не нормы как таковые, а там то, что называется именно техническими мерами доверия. То есть это взаимодействие национальных групп реагирования на киберинциденты с СИРТов, это иной обмен информацией, это установление контактных лиц и каналов обмена данными о киберкризисах, о киберинцидентах, о каких-то крупных атаках, затрагивающих государства ОБСЕ. Кто в эту работу вообще включен? Какие государства и какие серти? Все государства ОБСЕ, и, как правило, каждое государство ОБСЕ имеет некую группу реагирования, которая обозначается в качестве профильной, контактной. Пока что не отработаны детально все процедуры, то есть в каком объеме и какой именно информацией эмоциональные группы должны обмениваться. Самое ценное и самое важное в этом плане это то, что такой формат позволяет нарабатывать доверие, даже когда его изначальный уровень не очень высок. То есть в идеале сначала начинается технический обмен данными, информирование друг друга, уведомление друг друга о каких-то кризисных событиях, о каких-то трансграничных инцидентах. Потом с технического уровня сотрудничества в идеале вырастают межгосударственные нормы и соглашения обязывающие. То есть если это будет работать, если это пойдет и оправдает себя, то, возможно, в будущем мы увидим какие-то соглашения и нормы уже в рамках формата ОБСЕ. На двухстороннем уровне взаимодействия, например, Россия-США, Россия-Китай, может быть, тоже какие-то сдвиги произошли? У нас активно обсуждается, несмотря на продолжающийся кризис в отношениях с Соединенными Штатами, идея реанимации серии соглашений от 2013 года, которые очень хорошо себя зарекомендовали, даже с учетом вскоре начавшегося украинского кризиса. От российского МИДа была информация, что функционал соглашений был использован во время обеспечения кибербезопасности объектов Олимпиады в Сочи весной 2014 года. Этот канал пригодился, потому что были трансграничные попытки атаковать инфраструктуру Олимпиады. Помимо обмена информацией между национальными сертами, в функционал соглашений входит создание линий экстренной связи для чиновников высокого уровня, профильные люди назначаются с каждой из сторон, и для более низкого уровня обмена информацией, но такого же срочного. Кстати, любопытная деталь, что для экстренной линии связи в рамках соглашений была адаптирована инфраструктура национальных центров по уменьшению ядерной опасности. Интересно. Да. К сожалению, довольно скоро развитие событий на Украине привело к тому, что была заморожена деятельность двусторонней группы, которая работала над их дальнейшим развитием. На самом деле есть интерес долгосрочный как с российской стороны, так и, скорее всего, с американской стороны, чтобы выработать некий двусторонний акт, не обязательно юридически обязывающий, но фиксирующий некое общее понимание. Сейчас обе стороны хорошо понимают, что военный потенциал в киберпространстве тоже стал элементом стратегической стабильности. И на будущее, когда нынешние страсти немного улягутся и произойдет некая стабилизация двусторонних отношений, я думаю, стороны, прежде всего Министерства обороны двух стран, будут встречаться и прорабатывать возможность некого соглашения о пределах допустимого, о пределах допустимых контрмер, о неком взаимном доверии и в то же время взаимном сдерживании в киберпространстве. И возможно, что это соглашение российско-американское, когда и если оно случится, оно станет пилотным в мировой практике, потому что обе стороны относятся к числу крупнейших кибердержав, и у обоих стран очень сильно проработана именно стратегическая сторона этого вопроса. Проговорили с тобой про взаимодействие США-Россия, но это же не единственное государство-то. У остальных как эта работа ведется, не ведется, что происходит? США с Китаем очень интересно договорились в прошлом году. Они долго торговались, и каким-то образом в обмен на уступки по некому важному, но не связанному с киберпространством вопросу, американцам удалось продавить КНР на то, чтобы включить в двустороннее соглашение тему кибершпионажа. Ранее Китай об этом вообще отказывался говорить, то есть мы не признаем проблему, потому что ее для нас нет. Они признали проблему, они согласились включить в пункт о том, что страны обещают воздерживаться от стратегического кибершпионажа. Очень похоже на то, что Советский Союз сделал 70-е. Да, только в большем масштабе, и сами американцы неоднократно утверждали, что это вообще не имеющий прецедентов в человеческой истории факт незаконного присвоения результатов интеллектуального труда и объектов интеллектуальной собственности в перспективных отраслях промышленности, в стратегических отраслях оборонки. И они оценивали свой совокупный ущерб от того, что утекает китайцам в результате кибератак, кибершпионажа в десятки, сотни миллиардов долларов. То есть там много чего утекло. Там утекали полные чертежи двигателей перспективных поколений подводных лодок военных, американских, утекли полностью все эти же двигатели и истребители F-35. Честно говоря, было неожиданным, что китайцы согласились вообще говорить о вопросах кибершпионажа и договариваться. Ну, видимо, уже основную массу информации взяли, чтобы не договориться. Миссия выполнена. Все выполнены. Можно с чистой совестью как бы все в это ударить по рукам, и все нормально. Нет, но, кстати, после заключения соглашения, вот это произошло осенью 2015 года, после этого там был некий мониторинг, некий попытки американцев отследить, что происходит. Происходит некое снижение китайской активности по попыткам проникнуть в сети американских крупнейших предприятий и компаний. Американцы в последние несколько лет активно внедряют, в том числе в рамках киберкомандования, в рамках Пентагона, так называемые системы полуавтоматизированной, полуавтоматической реакции на киберинцидент. То есть некое программно-аппаратное обеспечение, которое обнаруживает атаку и реагирует автоматически, пытаясь... Ну, это у них пол в доктрине даже прописано. Да, называется проактивное, превентивное реагирование и оборона. Вот это, с одной стороны, очень выгодно для них, с другой стороны, это как раз может спровоцировать эскалацию и начать вот этот вот цикл контрмер с каждой из сторон. Я вспомнил фильм «Доктор Стрэнджелла», там как раз автоматическая ответка включалась в случае падения первой атомной бомбы. Гибер-оружие, конечно, не дает такого разрушительного эффекта, но вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что, по крайней мере, у США очень много критических систем, которые доступны даже для сетевой атаки, экономический эффект может быть сопоставим с применением оружия массового поражения. Что же, Олег, спасибо, что пришел. Было очень интересно. Спасибо, что подвали. Приходи в следующий раз. Со всеми прощаюсь. До свидания. На самом деле, вот я тебе так скажу, тысячи свое мнение, я считаю, что государство в целом, да, там, спецслужбами или как-то, оно должно себя защищать. Все вещи, связанные там с контролем, там, с слежкой и так далее, это не просто возможность государства, это вообще прямая обязанность. Искать террористов, получать доступ к переписке. Вот я просто сторонник, на самом деле, того, что государство этим обязано заниматься. В Евросоюзе, там, главный по защите персональных данных, или как они там называются, сказал, что вообще нужно использовать криптографию без бэкдоров, что бред сам по себе, но, тем не менее, это просто у человека в голове сидит, да, что вот настолько уровень, там, я не знаю, свободы должен быть, который, ну, напрямую, на мой взгляд, влияет вообще на безопасность. То есть это чиновник высокого ранга говорит. Я бы назвал это вопросом баланса. То есть вот есть такая штука, которая меня каждый раз цепляет, когда я ее слышу, а я слышу ее каждый раз, когда спускаюсь в московский метрополитат. Сообщаете о подозрительных лицах, объектах, бла-бла-бла, и дальше вот завершение фразы. Помните, безопасности не бывает слишком много. Я противник этой фразы по ее философии. На каком-то этапе, если ты в развитии некой системы, уделяешь внимание только безопасности, то дальнейшего развития системы не происходит. То есть если возводить этот принцип в буквальный абсолют, вот то, что они объявляют, ребята, не спускайтесь в метро, не создавайте метро. Метрополитен сам по себе, это техническая инфраструктура повышенной опасности. Нету метро, нету шанса упасть на контактный рельс. Нету шанса попасть под поезд. То же самое здесь. В 2014 году весной было опубликовано, утекло в СМИ, предложение некой неназванной анонимной состава рабочей группы при администрации президента, которая вырабатывала раннюю версию подхода к тому, как бы нам обеспечить безопасность и устойчивость российского сегмента DNS. Они предложили все серверы, которые поддерживают обращение к ресурсам в доменных зонах .ру и .рф, перенести на территорию России. В настоящий момент эта система, она глобально распределенная. В нее входит 18 серверов от Сан-Пау до, если я не ошибаюсь, Сингапура. Предложили всю загнать на территорию России, чтобы это было на нашей суверенной территории, чтобы там, если что, был контроль, все такое. Но это же противоречит сути устойчивости. Чем распределеннее система, чем больше ее глобальная связанность, а не локальная, тем она в конечном счете безопаснее.